Всех приветствую, кто нас слышит или услышит. Продолжаем наше занятие. Сегодня мы занимаемся поршневым вытеснением. Поршневое вытеснение. В прошлый раз уже начали, сейчас немножко вспомним. Поршневое вытеснение. Мы предполагаем, что у нас температура постоянная, что флюиды не сжимаемые, и пластскелет недеформируемый. То есть фористость у него константа, будем считать. Ну вот, деформации отсутствуют. Это как бы основной набор предположений, упрощающих. Поршневое вытеснение характеризуется тем, что между флюидом номер один и флюидом номер два есть четкая граница, которую будем называть фронт. И этот фронт распространяется в пространстве. Допустим, если мы... Значит, фронт идет со стороны первого флюида ко второму, то он продвигается в сторону второго, захватывая вот эту территорию и замещая полностью вот в этом слое второй флюид, первый. Значит, вот такая постановка. Значит, мы с вами выписывали уравнение движения, уравнение разрывности. Давайте быстренько это пробежим. Так у нас постоянная температура, уравнение энергии нам не нужно. Значит, каждый из зон, первый или второй, у нас работает в уравнении разрывности и закон движения в форме закона Дарсии. В форме закона Дарсии. Ну, на самом деле еще минус Руальфа-Ж. То есть можно добавить силу тяжести. Применяем предположение. Значит, видим, что такое Руальфа. Руальфа-это соответствующая объемная доля, умноженная на истинную плотность. У нас объемные доли какие? Значит, в одной стороне от фронта у нас только один флейт, в другом стороне только второй флейт. Значит, то есть, Фи первый равен у нас пористости, и Фи второй тоже равен пористости, потому что речь идет о разных областях пространства. Поэтому это у нас пористость на истинную плотность. Ну, и в любом случае это константа, по предположению. Пористость константа, плотность истинная константа. Значит, это у нас константа. Поэтому частная производная по времени исчезает. А этот Руальфа можно сократить, вынести, как бы дивергенции сократить. Таким образом, у нас остается, что дивергенция скорости флейта должна быть равна нулю. Ну, значит, закон Дарси, это у нас объемная доля соответствующая умножить на относительную скорость, маленькая W соответствующую. Значит, подставим. Но скелет у нас недеформируемый, и будем считать, что он неподвижный. То есть, ну, в данном случае он и подвижный, конечно, а может быть он и, конечно, и подвижный. Вот, но, допустим, он неподвижный. Скелет равен нулю. Будем считать, что скелет у нас просто некий пористый фон, жесткий. И вот в этом жестком, пористом, как бы на этом жестком пористом фоне развиваются все интересные наши события. Итак, значит, подставим, ну, то есть, вот это W, на самом деле, это просто скорость конкретного флейта, и подставим это выражение в дивергенцию. Будем считать, что у нас проницаемости константы, вязкости константы, плотность константа, G тоже константа. Когда мы это подставим под дивергенцию, значит, у нас останется, после всего сокращения, дивергенция градиента давления равна нулю. То есть, лаплассиан давления альфа равен нулю. То есть, давление в порах, давление флюидов в задаче о поршневом вытеснении подчиняется уравнению лапласа. Значит, соответственно, чтобы решить это уравнение, нам надо подставить граничные условия. Граничные условия на давление или на градиент давления, там где-то там на периферии. То есть, вот тут у нас граничные условия. То есть, граничные условия там на давление, на градиент давление или смешанные. То есть, как бы там разного типа можно ставить граничные условия. И у вас есть фронт И вот на этом фронте нужно решение сшить То есть нужно сделать шивку Решение на фронте Значит шивка у нас Соответственно Может быть кинематическое Кинематическое условие мы ставим Кинематическое Кинематическое условие Значит это отсутствие Разрывов на границе То есть у нас не может такого быть Что допустим второй убежал от первого И не может такого быть Чтобы первый Опередил второй Вот потому что у нас По условиям жидкости То есть наши флюиды на фронте соприкасаются Значит и первый флюид Полностью вытесняет второй Поэтому у нас не могут быть ни разрывы Ни перехлесты Вот и поэтому первое условие такое Что скорость Нормальная составляющая Тут у нас нормаль Есть То есть нормальная составляющая Скорости номер один На границе Назовем ее как-нибудь там Допустим гамма Значит на границе В одной среде И она же Значит нормальная На этой границе Во второй среде Должны совпадать Это кинематическое условие Нормальная составляющая скорость Флюиды номер один Флюиды номер два Должны совпадать Второе условие Динамическое Динамическое условие Динамическое условие Значит рассмотрим Элемент этого самого фронта Вернее около фронта Рассмотрим некое тело Значит В нашем В наших флюидах Это сплошные среды у нас Мы вот мысленно выделяем Некое такое тело Плоское Тонкое С толщиной дельты Стремящимся к нулю Значит с одной стороны На это тело действует Давление П2 С другой стороны Действует давление П1 Что действует На торец нам совершенно Не важно Потому что торец Очень тонкий Вот Ну и далее Записывая Как бы Динамическое уравнение Там второй закон Ньютона Для Этого тела Мы понимаем Что эти давления Должны быть равны Но на самом деле Все не так Что называется Просто Потому что Если мы рассмотрим Поближе Увеличим Элемент Вот этого фронта Мы увидим Что вообще говоря Этот фронт идет Через капилляры Значит тут у нас Первый флюид А тут у нас Второй флюид Вот И Вообще говоря В капиллярах Могут быть Мениски То есть тут Поверхцентяжения Его никто не отменял Там могут быть Мениски Значит кривая поверхность И здесь может быть Лапласовый Перепад давления Но как мы уже Обсуждали Вот в поршневой модели Все капилляры Должны быть Одинаковы Иначе Если они будут Не одинаковы Допустим Капилляры пошире Капилляры потоньше То Обязательно будет То что там Допустим По тонким капиллярам Смачивающий флюид Убежит дальше Чем по толстым И у нас уже При усреднении Возникнет Некая такая Зона переходная Когда у нас Насыщенность Смачивающим флюидом Меняется От единицы до нуля Плавно А не резко На фронте Поэтому Приходится Считать Предполагать Что Для существования Такого фронта Нам необходимо Чтобы Все капилляры Были одинаковые Чтобы через Эти мениски Можно было провести Некий фронт То есть Некую границу А если они все Одинаковые То И лапласовое натяжение Тоже Определенное Ну допустим Там 2 сигма Деленное на r Др радиус капилляра То есть Оно определенное То есть Это некая константа Поэтому разница Между Вот этими давлениями Может быть P2 Минус Там P1 Равно Вот этой самой Лапласовой Разнице Которая Есть константа То есть Мы его можем учесть Вот Можем не учитывать То есть Просто надо иметь ввиду Что если мы хотим Учесть поверхность натяжения Оно сюда войдет Только вот таким образом В виде Некой константы Между Соответствующими давлениями Если Мы не учитываем Явно Кипиллярные эффекты То Соответственно Разница давления Будет 0 То есть Давление на границе На этой Одинаково Либо Их разница равна Лапласовому натяжению Которое в данной Задаче Должно быть Константой Значит Вот такая вот Задача Значит Конкретные Примеры мы Рассматривать Не будем Значит Кому интересно Тот может Заглянуть В учебник Кандаурова Там Один пример Рассмотрен В одномерной Постановке Вот Мы займемся Более таким Любопытным вопросом А именно Устойчивостью Этого фронта То есть Как показывают Эксперименты На ячейке Хели Шоу Мы с вами Обсуждали В прошлый раз Что это такое Я напомню Значит Это два Прозрачных Стекла С маленьким Зазором Небольшим Зазором Между ними Вот И между Этими стеклами Движутся Жидкости То есть Это не Пористая среда Это просто Зазор Но Уравнения Описывающие Движение Жидкости И вот Зазор Они Аналогичны Уравнением ДС Поэтому Поэтому С помощью Вот такой Ячейки Можно моделировать Процессы Связанные С фильтрацией Но Не с Некоторыми Оговорками То есть Например Если Там У вас Есть Некий Кривой Фронт Ну Там Жидкость Вот Номер Один Тут Жидкость Номер Два Это Мы Видим Через Стекло Вот Допустим Какой-то Фронт Она Как Движется Вот Проблема В том Что При Контакте Вот этих Жидкостей Вот здесь Вот Возникает Поверх Натяжение И Оно Зависит От Кривизны Контакта Кривизны Вот Этой Контактирующей Области Вот А в Порис Среде Такого Нет То есть Дело В том Что Вот Эти Силы Поверх Натяжения Они Вмешиваются В процесс Вытеснения Если Кривизна Становится Большой Ну то есть Они становятся Их влияние Становится Заметным Вот И вот Это надо Учитывать То есть Если Такие Эксперименты Проводятся Допустим В центр Закачивается Вода А снаружи Воздух Между Стеколами Воздух Изначально Туда закачивается Вода Или масло Эта Вода Или масло Будет Распространяться Вот таким Пятном Совершенно Устойчиво То есть Вот просто Будет Расползаться Такое Пятно Если же Сделать Наоборот Допустим Все заполнить Маслом Или водой А закачивать Будем Воздух Маслом Заканчивать Будем Воздух То Воздух Будет Проникать В это Масло Вот Какими Такими Щупальцами Которые Называются Вязкие Пальцы Это у нас Вязкие Пальцы То есть Видна Какая-то Несимметрия То есть Тут Явно Вот Есть Вопрос Потери Устойчивости Здесь Фронт Устойчивый Здесь Неустойчивый Если Эти пальцы Возникли То они Начинают Преимущественно Развиваться Причем Они как-то Взаимодействуют Например Короткий Палец Он может Попасть В зону Влияния Длинного Пальца И прекратить Расти И так Далее То есть Вот Это Собственно Случай Неустойчивого Утеснения И Вот Насчет Поверхностного натяжения Что Вот Этот Узкий Палец Понятно Что Поверхностного натяжения Сильно Работает Именно Вот Здесь Проявляется Поверхностное Натяжение Вот И Стабилизирует То есть Поверхностное Натяжение Играет Стабилизирующую Роль Вот В этом Процессе То есть Она Стабилизирует эти пальцы они становятся более округлыми их становится меньше то есть по-хорошему реально в пористой среде картинка она более такая более фрактальная что ли более ветвистая там этих пальцев больше они тоньше и так далее вот потому что нету влияния вот такого поверхностного натяжения то есть потому что раз все у нас происходит в отдельных капиллярах то соответственно обмен между ними там информации затруднен вот и вот этот поверс натяжения она роли вот так не играет но тем не менее значит наш мы понимаем что есть такое явление как потеря устойчивости фронта и наша цель сейчас его изучить изучать будем потерю устойчивости линейном приближении то есть мы будем просто отслеживать момент когда возникает тенденция к нарушению равновесия тенденцию к появлению этих пальцев что будет дальше это уже нам недоступно линейной модели мы просто смотрим только вот начальный этап то есть общий подход как выглядит значит мы сначала рассматриваем ровный фронт как плоскость а потом возмущаем его то есть вносим небольшие возмущения во все поля ну то есть форму фронта в поле давления в поле скоростей носим какие-то возмущения смотрим что будет дальше если эти возмущения растут то есть инкремент так сказать роста у них положительный если есть тенденция к росту значит мы нашли условия потери устойчивости если наоборот затухают значит здесь все устойчиво и хорошо вот то есть мы будем отслеживать момент когда амплитуда возмущений начнут расти вот этот момент мы назовем условиями потери устойчивости поэтому давайте приступим и не спеша разберем этот вопрос с возмущениями фронта и всех полей посмотрим начальный этап начальную ситуацию пусть у нас есть плоский фронт ну на самом деле мы будем просто плоскую задачу решать то есть вот у нас есть ось x у у нас есть ось y у нас есть начало координат и пусть у нас будет z z но мы z не будем рассматривать то есть мы будем рассматривать плоский случай и так идет фронт вот он n нормально ему значит флюиды двигаются вот таким вот образом то есть тут v1 тут у нас v2 мы будем считать что понятно все у нас перпендикулярно этому фронту как мы тут все сориентировали скорость скелета равна нулю то есть скелет это такой фон неподвижный на фоне которого происходит движение этого фронта этот фронт вот так вот перемещается и и пир флюид захватывает новые территории значит скорость нормального движения вот это фронта по нормали к нему значит обозначим d то есть это скорость фронта то есть он равен у нас d по модулю на нормаль вот так вот значит но так как у нас фронт убегает удобнее сесть систему отсчета связанную с этим фронтом будем считать что фронт движется с постоянной скоростью ну или мы уловили такой момент когда он движется с постоянной скоростью и относительно вот этого момента когда он движется постоянной скоростью мы внесем некие возмущения посмотрим что с ними будет происходить дальше перейдем систему отсчета связанную с фронтом система отсчета привязанная к фронту так напишем привязанная к фронту значит в этом случае у нас будет следующее у нас будет неподвижный фронт название осей я ставлю прежними фронт начале координат у нас есть неподвижный это у нас фронт так вот его нормаль так раз он у нас неподвижный то есть мы сели система счет но кстати в 1 и в 2 ну скажем так нули добавим сюда еще нолики то есть это начальной скорости вот они просто из непрерывности следует что они равны друг другу и равны скорости нормального движения фронта просто вот понятно то есть это лишних комментарий тут не нужно а теперь мы сели система отсчета которая движется со скоростью д таким образом лиды останавливаются люди останавливаются то есть теперь у нас начальной скорости видов там вы альфа начальные равны нулю скорость фронта у нас теперь 0 но это мы договорились и теперь у нас получается что прежде неподвижный скелет он теперь фоном движется справа налево получается скорость скелета появилась минус d минус d на n то есть это некий фон который движется справа налево так это у нас скорость скелета все движется справа налево давайте запишем закон дарси для вот этого начального случая давайте писать значит закон дарси это у нас пористость на разницу скоростей ну то есть как всегда в сдачах прошло с ней мы пишем закон дарси с одной стороны закон дарси с другой стороны то есть у нас один фи это на второй фи значит когда мы пишем альфа мы имеем ввиду что мы либо здесь либо здесь значит фи разница скоростей у нас должна быть в альфа начальная минус в с равно минус к альфа на мю альфа градиент давления минус ро альфа же ну пусть у нас тут еще будет какая-то сила тяжести на всякий случай вот она как-то вот направлена где-нибудь под углом к поверхности в общем случае значит вот это закон дарси общая его формулировка значит давайте теперь подставлять что мы тут имеем ну вы альфа нулевые это ноль vs это минус d на n значит нас получается пористость минус на минус дал плюс користость d n равен минус к альфа мю альфа градиент давления минус альфа же вот ну и спроецируем сразу все на ось x потому что ну в общем на ось y ничего проецируете не будем вот спроецируем все на ось x получим у нас фи д равно минус к альфа мю альфа дп альфа мы нолик сюда поставим говорят что это начальное давление то есть это давление в начальном состоянии это этом не возмущенным по dx минус ро альфа gx компонента то есть проекция же на 8 значит заметим ну то есть отметим это его в рамочку возьму мы еще к этому вопросу вернемся значит это начальная ситуация мы ее описали теперь давайте внесем возмущение наши поля несем возмущение значит какие у нас тут могут быть возмущения то есть возмущается у нас все поле скоростей нас возмущает так то есть значит эти вот в альфа теперь это у нас в альфа начальные плюс возмущение скорости флюидов но скоро скелета это не касается потому что он жесткий жесткий фон движущейся с постоянной скоростью и у нас есть поле давления то есть по альфа это начальное давление плюс возмущение ну раз в альфа начальные у нас нули то есть просто значит скорости видов у нас это просто есть возмущение возмущение с поля скоростей флидов это и есть скорость флейды вот давление от начальное плюс возмущение так и у нас еще возмущается форма фронта мы вот его тоже как-то там возмутим значит и у нас ведем такую вот как вот координату и си то есть смещение фронта относительно его начального положения то есть все есть функция от игрек игрек и времени некое вот возмущение нашего фронта то есть кси это ну по сути x то есть это вот форма поверхности то есть все смещение мы взяли значит это есть функция от координаты по игреку и времени x от игрек то есть игрек от x ну в общем эта форма вот так значит теперь давайте запишем закон дарси для возмущенного случая у нас получается хи скорость новая флюида то есть в альфа пока так напишу начальная плюс возмущение скорости минус скорость скелета которая не возмущается эта константа равна минус к альфа нами у альфа градиент от в альфа начальная плюс возмущение минус альфа руль альфа у нас не возмущается потому что флюиды не сжимаем и нас же то есть это мы просто подставили честный закон дарси то что у нас тут есть вот значит в альфа это у нас нолик в с это у нас минус минус д на н вот ну и видим мы следующее что фи дн минус равно минус к альфами у альфа градиент п альфа 0 минус руль альфа же это мы уже где-то видели это вот она мы это можем учесть и сократить учтем сократим тогда у нас останется пористость умножить на возмущение поля скоростей равно минус к альфа деленное на ню альфа на градиент возмущение давление ну или если в проекциях на ось x значит это у нас получается что возмущение x-овая составляющая ну давайте как-нибудь обозначим допустим вот поле скоростей пусть это будет как там они там не знаю у в w ну как в гидродинамике принято обозначать компоненты у в дельта у в дельта у в w вот но w у нас данном случае 0 потому что мы плоский случай рассматриваем вот но вот возмущение по иксу по игреку значит если мы проецируем на соответственно x то у нас получается фи дельта у альфа вы равен минус к альфа вы на мю альфа вы д водой x от возмущения давления запомним это так запомним это с другой стороны так как у нас тут непрерывность должна быть и и скорости флюидов вот на границе они должны быть одинаковые равны скорости фронта то есть возмущению вот этого скорости фронта возмущение скорости фронта то мы получаем что в каком линейном приближении частная производная вот этого смещения по времени должно быть равно возмущению скорости в направлении x то есть дельта в альфа у альфа дельта у альфа ну а возмущение скорости они должны быть одинаковые то есть вот дельта у 1 и дельта у 2 они должны быть одинаковыми на из-за непрерывности на границе вот так ну это как бы следует уже может из кинематических условий так ну вот то есть вот условия значит вот мы получили вот получили теперь применим собственно сшивку на границе сошьем решение на границе мы считаем что вот эти отклонения так настолько малы что вот эти вот нормали истинные и нормаль вот изначально направлено по x они почти совпадают с ним мало отличаются и так значит первое условия ошибки кинематического условия нормальные составляющие наших скоростей должны быть одинаковы в данном случае нормально она у нас почти лежит на иксе поэтому вдоль x расположена направлена поэтому по сути мы должны сопрячь вот эти самые иксовые компоненты то есть получается дельта у 1 равен дельта у 2 на границе на фронте значит ну прекрасно значит тогда мы можем записать следующее значит что минус к альфа ну так значит минус к 1 на мю 1 d по dx вот дельта p 1 1 равен минус к 2 на мю 2 d по dx от дельта p 2 это мы возмущение приравняли вот при этом при этом еще вот вот это дельта ну возмущение скорости еще равно вот этой производной таким образом это должно быть равно пористость умножить на возмущение границы фронта это вот так мы связали некоторые из возмущений возмущение давления возмущение границ фронта это кинематическое условие теперь давайте разберемся с динамическим условием динамическое условие динамическое условие говорит нам что давление на фронте должны быть одинаковые ну пренебрежем вот этой вот капиллярной поправочкой константы как говорится без ограничения общности вот нам надо если надо всегда можно учесть значит вот нам надо приравнять давление здесь и здесь на фронте вот но тут вот есть такая небольшая хитрость давайте поближе вот это место рассмотрим вот реальный фронт и вот изначальный фронт вот допустим какую-нибудь точку вот Y возьмем значит здесь у нас кси от Y в данное время значит смещение фронта нам нужно сопрячь здесь давление значит но нам нужно написать здесь равенство давлений не в нуле вот тут у нас получается вот P2 от х равного кси P от кси ну и там от Y и и давление вот здесь P1 от кси от Y то есть мы их не в нуле сопрягаем а именно в точке отстоящей от нуля то есть от начального положения фронта на кси ну прекрасно значит вот это вот у нас давление там первое в нуле от Y ну давайте напишем значит P альфа от кси от Y равно ну Y не обязательно упоминать ну просто вот P от кси равно значит это P начальное то есть P альфа в нуле от Y значит плюс мы делаем шаг в пространстве поэтому здесь должно быть D P альфа по D х на собственно этот самый шаг умножить на кси значит а вот это вот градиент мы берем в нуле то есть мы как бы по Тейлору разлагаем значит в окрестности нуля нашу функцию значит вот находим такое значит и плюс мы еще накладываем возмущение вот это вот случайно дельта P альфа точки кси от Y то есть вот это вот мы записываем давление в точке фронта значит давление вот здесь вот в точке фронта нового это давление в точке где был старый фронт изначальный плюс если мы знаем здесь градиент давления в этой точке мы значит восстанавливаем значение как бы равновесного давления вот здесь а потом накладываем на это все еще и возмущение тут можно нолик написать то есть то есть равновесные давления плюс еще хаотическое вот это возмущение ну не хаотическое но просто случайно возмущение произвольно вот теперь нам нужно приравнять вот эти давления значит я вот здесь лишнее сотру чтобы место освободить и продолжим прям вот так и будем писать значит p первое начальное значит в нуле плюс dp первое по dx в нуле на кси плюс дельта p первое точке кси равно p2 начальное плюс dp2 по dx умножить так это в нуле умножить на кси плюс плюс дельта p2 в точке кси то есть это вот кинематическое условие но теперь вот эти вот производные по х мы можем взять из невозмущенного закона дорси давайте их выразим значит из закона дорси так значит dp альфа начальное по dx равно так значит минус ню альфа поделить на к альфа пористость умножить на d и далее плюс ро альфа g альфа фу g альфа g x иксовая компонента силы тяжести так верно ли все все ли верно вроде верно вот такое выражение теперь нам надо его сюда вот подставить сюда подставить закон дорси сыграл свою роль я его стираю а ну и сразу видно что в начальном то состоянии у нас кинематическое условие тоже работает поэтому p1 в нуле и p2 в нуле мы сокращаем они равны так значит теперь давайте подставлять туда аккуратно значит минус мю 1 на k1 cd умножить на кси плюс ро 1 g x умножить на кси плюс дельта p1 от кси дельта минус мю 2 на к2 на пористость на д на кси плюс ро 2 g x умножить на кси плюс дельта p2 в точке кси подставили и теперь сгруппируем сгруппируем ну допустим там какую-нибудь разницу возьмем дельта p там 2 в точке кси минус дельта p1 в точке кси возьмем выпишем то есть разница возмущений давления оказывается не какая угодно а вот она должна быть вот такой как здесь написано так плюсом этот переносим туда с минусом значит остальное сюда переносим значит тут получается идут с плюсом значит фи дек си можно вынести за скобки вынесем фи дек си а в скобках будет у нас мю 2 деленный на к2 минус отсюда мю 1 деленный на к1 скобка закрывается так мы все переносим направо значит здесь у нас получается за скобками g иксовая си а в скобках у нас остается ро 1 с плюсом значит и ро 2 с минусом минус ро 2 тут главное не перепутать какие-нибудь знаки а то у нас собственно условия устойчивости они будут какие-то неверные совершенно а вот с устойчивостью шутки плохи если мы что-то не так рассчитаем можем получить катастрофу какую-нибудь то есть когда мы будем считать что все у нас устойчиво на самом деле будет все не устойчиво и наоборот и так вот такие вот условия значит вот мы еще одну связь между возмущениями давления написали так все остальное я лишнее стираю мы сейчас с помощью динамических и кинематических условий связали возмущение давление и возмущение фронта так и возмущение фронта значит так где я связал вот нам необходимо вот это выражение и вот это выражение теперь теперь делается следующее предположим явный вид возмущения предположим явный вид возмущения то есть предположим что наше возмущение имеют гармонический вид вот допустим вот наш фронт значит мы его возмутили по синусоиде вдоль Y то есть гармоническим образом и все остальные поля тоже возмутим то есть например поле давления у нас будет такое как бы вот рябью то есть возмутим вот так я так рисую область повышенного давления пониженного повышенного пониженного и так далее причем будем считать что амплитуда вот этих возмущений она у нас падает со расстояния ну там по экспоненте то есть возмутим просто область около фронта вот но так чтобы это возмущение не пошло дальше чтобы она быстро затухла со скоростями а ну скорость мы уже учли значит с давлениями это вот пусть будет так то есть максимальное возмущение на самом фронте дальше они потихонечку расходятся а так ну и также наверное и давление и по игреку тоже надо возмутить хотя посмотрим первоисточник да конечно надо естественно все это возмутить также и по игреку вернее даже как я неправильно конечно рисовал то есть смысла в таком возмущении нет надо возмутать перпендикулярном направлении так давайте-ка лучше перерисуем это все то есть ну вот как бы возмущение давления они должны как-то вот повторять возмущение фронта то есть если фронт мы возмутили гармонически вот так вот вдоль игрека то и давление тоже так же должны вот так же вот пульсировать то есть вот тут вот давление там должны быть там 8 повыше тут пониже там тут повыше и так далее ну просто вот как бы все согласовано должно быть вот то есть возмущение тоже представляет собой синусоиду но амплитуда этой синусоиды у нас будет падать по экспоненте по мере удаления от начала координат вот так вот это правильно сделать конечно же то есть ну как возмущение давления оно повторяет возмущение фронта каким то таким образом то есть как бы тоже волной вдоль игрека вот ну как бы просто говорим что любое возмущение там можно представить там в виде ряда гармонического там по фурье разложить и мы сейчас рассмотрим просто одну из гармоник возможно то есть у нас могут варьироваться длинный волн например там и так далее то есть у нас фронт может быть вот такой такой может быть и все это еще как то то есть на самом деле то есть мы произвольное возмущение представляем в виде набора таких вот гармонических возмущений а рассматриваем мы отдельную гармонику для определенности и вот для нее для отдельной гармоники мы посмотрим к чему приведут вот эти вот условия так ну давайте значит дельта p первый то есть это возмущение давления по левую сторону представим его в виде p1 это амплитуда возмущения значит на е в степени и y так ну и там какой-нибудь надо допустим n который у нас типа волнового числа значит это у нас просто синусоида по y но также мы должны учесть затухание по иксу то есть еще е в степени минус n x нет не минус плюс nx значит где n это просто положительное число некое значит почему с плюсом потому что слева у нас x меньше нуля и вот при стремлении к минус бесконечности вот это вот экспонента должна нам это все возмущение увести в ноль вот поэтому вот так с правой стороны должно быть наоборот то есть дельта p2 представим как p2 возмущение амплитуда возмущений гармоническая часть то есть синусоида по y и амплитуда е в степени минус nx хотя n может и не очень хорошо но мы обозначали нормально давайте лучше m напишем так значит и давайте возмутим сам фронт то есть x это и есть возмущение фронта с амплитуда x на е в степени и ym просто синусоида значит по оси y и подставим теперь вот эти выражения вот сюда и вот сюда давайте это сделаем давайте это сделаем так сделаем значит подставляем значит тут у нас получается d по dx значит стоит от p1 когда мы берем d по dx у нас m вперед с плюсом вылезает все остальное остается неизменным значит ну давайте минус k1 на мю 1 а m вперед вышло p1 е в степени и ym е в степени mx равняется значит когда дельта p2 берем вот этот минус m выходит и минус на минус дает нам плюс значит получается k2 на мю 2 m опять вышел значит p2 е в степени и ym е в степени минус mx так и вот этот еще остался хвостик значит равно значит дифференцируем так по времени по времени где нам тут время а еще момент я еще не учел мы же должны заложить возможность меняться во времени этим амплитудам то есть еще мы должны умножить на е в степени там омега t где омега где омега это вот как раз есть этот самый инкремент затухания или наоборот раскачки е в степени омега t вот самое главное это мы и потеряли вот этот омега t он везде у нас тут одинаково по времени дифференцируем значит омега вылезет вперед значит тут вылезет омега омега х большое ну и вот это осталось значит е в степени и ym е в степени омега t ну и везде тут тоже е в степени омега t е в степени омега t е в степени омега t с временем экспоненты сокращаются значит и у нас остается минус k1 на мю 1 mp1 да и еще момент такой вот здесь вот никак не сокращаться е в степени mx и е в степени минус mx но так как мы это берем условия практически в нуле почти в нуле то есть вот это вот экспонент она почти единица что с плюсом что с минусом то есть мы это все сопрягаем почти на не почти на невозмущенной границе а там x равен нулю поэтому это почти единица и мы этим можем пренебречь значит получаем значит p1 равно с плюсом k2 на мю 2 m на p2 равняется омега x большое омега x большое так вот это мы тоже зафиксируем надеюсь что здесь знаки никакие не утеряны вот потому что это будет конфуз что называется теперь подставим сюда во второе условие значит наши эти выражения но мы уже понимаем что на самом деле вот эти вот все экспоненты сократятся а вот этот е в степени mx и е в степени минус mx это почти единицы и мы их тоже таковыми и положим вот поэтому напишем значит p1 минус p2 а наоборот p2 минус p1 здесь разница возмущений дальше равно фи д кси значит это у нас x большое амплитуда амплитуда отклонения так дальше вот эта разница mu2 на k2 минус mu1 на k1 скобка закрывается плюс gx тоже на x большое разницу плотностей с rho1 минус rho2 вот еще одно условие но теперь эти условия на амплитуды вот этого гармонического возмущения так ну что значит у нас есть по сути три уравнения три неизвестные амплитуды вот и мы можем в общем их исключить исключить значит ну у нас там p2 p1 давайте их просто выразим по честному по честному значит получается p1 есть минус омега mu1 поделить на k1 mu1 на k1 так и еще на m поделить то есть m в них пошло ниц на m и x большое амплитуду на амплитуду на амплитуду x амплитуду возмущенного возмущенного фронта вот ну и подставим полученное выражение вот сюда подставим посмотрим что у нас получится значит p2 с плюсом p1 с минусом там с минусом то есть тоже будет с плюсом значит x большое вынесем за скобки значит тут можно еще вынести за скобки еще можно вынести омега деленное на m за скобки и в скобках у нас останется положительная ну сумма mu1 k1 плюс mu2 k2 осталось за скобками и равно все это вот этой правой части x x большое разница mu2 на k2 минус mu1 на k1 так плюс gx на x большое разница плотности r1 минус r2 ну что ж сократим x прекрасно x у нас уходит и что мы получаем по сути мы получаем выражение для вот этой омеги то есть для этого инкремента если она положительная это омега у нас возмущение растут если отрицательное то затухают поэтому собственно мы и получили условия кое-какие значит тут у нас получается омега значит m сверху вот это вот величина снизу так дальше дальше скобки значит в скобках у нас фи d разница таких вот величин mu2 k2 mu1 k1 плюс gx ru1 минус ru2 gx ru1 минус ru2 вот это мы получили некое окончательное выражение которое нужно проанализировать так ну давайте с ним поработаем проанализируем и дальше устроим перерыв так я уберу пока лишнее доски чтобы оно нам не мешало добро Продолжение следует... Так, значит, вот такое условие у нас получилось. Давайте рассмотрим, что же у нас тут вышло. Итак, значит, вот этот коэффициент, который стоит перед скобкой, он у нас больше нуля, заведомо. То, что m мы договорились больше нуля, вот это все положительные величины, которые тут со знаком плюс. Значит, минус стоит ожидать вот отсюда. При этом φ больше нуля и d больше нуля, как мы договорились. Поэтому, ну вот давайте как бы потихонечку рассмотрим. Случай номер один, пусть у нас gx равен нулю для простоты. Тогда у нас омега пропорциональна вот этой вот разнице. m2 на k2 минус m1 на k1. m2 на k2 минус m1 на k1. И мы видим, что омега больше нуля, то есть это условие неустойчивости, когда мю2 на k2 будет больше, чем мю1 на k1. А вообще вот такая вот величина, k деленная на мю, называется подвижность. Подвижность. То есть мы можем сказать, что условие неустойчивости выполняется тогда, когда подвижность среды номер два, обратная подвижность среды номер два выше обратной подвижности среды номер один. Или наоборот, подвижность среды номер два меньше подвижности среды номер один. И вот в таком простейшем случае, когда k1 равно k2, вот если мы можем так приравнять, то мы получаем, что мю2 должно быть больше, чем мю1 для неустойчивого состояния Что мы и видели на ячейке Хелешоу на самом деле То есть, когда вот эти вот вязкие пальцы образовывались, значит, вот у нас вторая среда была, вот у нас первая среда Вязкость второй среды была выше, чем вязкость первой среды Что, собственно, и показано То есть, действительно, в этом случае у нас получается неустойчивость То есть, ну, вот это в случае, если k1 и k2 равны Ну, в принципе, можно так предположить То есть, что если проницаемость там по маслу и проницаемость по воздуху это одно и то же Хотя это не совсем одно и то же, но, в принципе, в каком-то приближении можно сказать, что это одинаковые величины То есть, это как бы характеристики скелета, можно сказать, в основном Вот, то просто получается условие на вязкости Если вязкость второй среды выше вязкости первой среды, то получается неустойчивость Ну, это вот такое классическое условие Значит, мы его получили А так вообще речь идет о подвижностях Если между k1 и k2 есть разница, то тогда нужно брать обратную подвижность Это просто вот классика Это на хеле-шоу, на ячейке Теперь посмотрим роль силы тяжести Давайте посмотрим Вот случай номер два Случай номер два Вот пусть у нас вот это условие выполняется И рассмотрим вот такую ситуацию Что вот у нас фронт Пусть он движется вот сюда А сила тяжести направлена в обратную сторону Так, при этом Ну вот пусть такая ситуация При этом надо рассмотреть разные варианты То есть, если у нас плотность 2 Вот у нас 2 здесь вот тут вот находится сверху А плотность 1 снизу Ну, вот в этой конфигурации Значит, в случае, если плотность 2 больше, чем плотность 1 То тогда вот это выражение отрицательно Так, ну вот Насчет Отрицательности Тут у меня опять какие-то начинаются вопросы То есть, я, может быть, где-то что-то опять потерял Так, х туда направлен Ж У нас же отрицательное Ж отрицательное Так, пусть d равно нулю, да Тут вот что-то тут не то Значит, d равно нулю Пусть d равно нулю ситуация Нету движения никакого Так, нет никакого движения Значит, и вторая плотность Это первая плотность И g у нас отрицательное Ну, тут вопрос, куда Ось направить Тут с этой же Получается Так, ну тут возможно вот такой конфигурации Вот если ρ2 больше, чем ρ1 Все это у нас побежит вниз То есть, будет стараться как бы вот Но он более тяжелый же То есть, он будет стараться идти вниз Поэтому d сюда будет назад То есть, надо направить x вниз То есть, тут произвола не должно быть на самом деле То есть, как бы тенденция есть к движению вниз То есть, g положительная ρ2 больше, чем ρ1 В этом случае Тогда вот это все Получается А, оно как раз отрицательно получается Так Так, ладно Мудрить не буду Давайте перерыв устроим И со свежей головой посмотрим Потому что тут все должно быть просто Но, как-то вот К разбегу не получилось Продолжим Разбираться С нашей устойчивостью Вот такое чувство Что тут все-таки Должен быть минус То есть, как я не старался Эти знаки, так сказать, соблюсти Но где-то что-то Было утеряно Вот если тут минус Что все в порядке Вот То есть Давайте еще раз попробуем То есть Ось x направлена от первого ко второму Обязательно G направлена вниз То есть, gx меньше нуля Значит, если ρ2 больше, чем ρ1 То вот это меньше нуля Это меньше нуля Значит Произведение дает нам плюс А здесь получается минус А может и не минус Интересно Любопытно Ну ладно Давайте сначала Ну поверим в то, что тут плюс На самом деле То есть все у нас было правильно сделано Еще раз В общем Так Это я сотру Итак Представим себе ситуацию Значит, здесь 1 Здесь 2 Ось направлена x от 1 к 2 G направлена вот, допустим, сюда В обратную сторону Значит, если ρ2 больше, чем ρ1 Значит, ρ2 больше, чем ρ1 Значит, вот эта разница отрицательна G тоже отрицательна И в сумме у нас получается все положительно То есть, получается Gx меньше нуля Значит, тогда вот это произведение Gx на ρ1 минус ρ2 Будет больше нуля А d равно нулю Пусть будет Вот, d равно нулю Ну так и прекрасно То есть, получается, что омега То есть, все здесь верно Здесь правильно Омега получается Больше нуля в этом случае Больше нуля Это при d равном нулю То есть, что это означает Что если у нас Слой с жидкостью С плотностью Ну, более плотная жидкость Находится сверху То тогда этот случай неустойчивый Абсолютно верно Действительно То есть, малейшее возмущение Значит, вот этой границы Приводит к тому Что тяжелое начинает проваливаться вниз А легкое всплывать в тяжелый То есть, это случай неустойчивости Так что, все здесь верно Это опечатка в книжке похожа Так Это мы разобрались Теперь давайте Посмотрим обратную ситуацию Пусть у нас Плотность Снизу Больше, чем плотность сверху Так То есть, если РО1 больше, чем РО2 Тогда Вот эта вот скобка Положительно Ж Отрицательно И Омега получается При d равном нулю Отрицательно То есть, этот случай Устойчивый То есть, если мы создаем Какое-то возмущение Оно у нас Нивелируется То есть, это как раз Устойчивый случай Вот Но при этом мы видим Что если мы еще Подключим Вот эту вот величину Значит, где d у нас Пусть будет больше нуля Пусть d больше нуля Пусть d больше нуля И вот эта вот скобка Соответствует условию Неустойчивости То есть, мю2 на k2 Минус мю1 на k1 Больше нуля Вот этот случай смотрим Плотность нижней жидкости Больше чем плотность И верхней жидкости Тогда в этом случае Значит, вот эта вот часть У нас получается Больше нуля А вот эта часть Меньше нуля То есть, получается Что сила тяжести В данном случае у нас Стабилизирует наш фронт То есть, если вязкие пальцы Хотят образоваться Значит, то тогда Сила тяжести Их просто ну как бы Затягивает обратно Так что Условие выведено правильно Здесь стоит плюс Это просто вот Опечатка книжки Кондоров Обратите внимание Вот Таким образом Сила тяжести Как мы понимаем Может быть как И стабилизирующим фактором Так и наоборот Фактором, который Разгоняет неустойчивость То есть, усиливает Вносит вклад в неустойчивость То есть, приводит к ее усилению Так, ну ладно Значит, неустойчивость такого типа Называется неустойчивостью Сафмана Тейлора Сафман Тейлор То есть, неустойчивость фронта Вытеснения в пористой среде С образованием вязких пальцев Так, на этом Мы заканчиваем тему С поршневым вытеснением И у нас есть еще время Поэтому мы можем начать Тему с Тему, которая называется Задача Баклея Леверета Сейчас я уберу Лишние записи Задача Баклея Леверета Задача Баклея Леверета Или модель Баклея Леверета Давайте напишем модель Баклея Леверета Ну, или Баклея Леверета Там по-сякому Итак, значит, модель Баклея Леверета Предположение Температура константа Скелет Неподвижный Несжимаемый Недеформируемый То есть пористость константа С постоянной пористостью Деформации отсутствуют Жидкости по-прежнему считаются Несжимаемыми Альфа константа То есть эти предположения Ничем не отличаются От предположений Положенных в основу Модели поршневого тиснения Но в отличие от модели Поршневого тиснения Мы теперь будем рассматривать Некую зону перемешивания То есть если у нас насыщенность Первый флюид Вот второй флюид Здесь единица Первым флюидом Здесь ноль То здесь есть промежуточная зона Где насыщенность меняется От нуля до единицы Ну на самом деле Может быть верхний предел Нижний предел Но мы будем говорить О единице нуля То есть есть некая зона Где насыщенность Может быть отлично От нуля или единицы То есть это некая такая Переходная зона Или зона перемешивания Это как бы вот Такой растянутый фронт От вытеснения То есть мы позволяем Насыщенности быть отличной От нуля и от единицы Но при этом мы считаем Что капиллярное давление У нас ноль То есть мы в явном виде Не учитываем капиллярные эффекты Вот Но так как у нас здесь Насыщенность имеет Какое-то промежуточное значение Возникает необходимость Учитывать относительные Фазовые капиллярности Проницаемости То есть тут у нас ноль Вот у нас единица И вот это у нас Ф1 от С Так это у нас насыщенность А это у нас Ф2 от С Возникает необходимость Учитывать Относительные фазовые Проницаемости В законе Дарси Вот Но мы помним Что вот кривизна Этих Относительных фазовых Проницаемости Связана как раз С наличием Распределения пор По размерам Это первое Второе С наличием механизма Который Распределяет Флюиды Определенным образом В этом Пором пространстве То есть Капиллярные эффекты Здесь присутствуют Именно в виде Вот этих вот Кривых Относительных фазовых Проницаемости То есть Учитывая кривизну Относительных фазовых Проницаемости Мы как бы Через черный ход Проносим в эту среду Фу В эту модель Капиллярные Капиллярные эффекты Хотя мы не учитываем Капиллярное давление В явном виде То есть мы будем считать Что давление одинаковое Но Механизмы капиллярные Все таки тут присутствуют Что приводит К Искривленности Диаграмм Относительных фазовых Проницаемости Так Ну отлично Это Исходные положения Давайте Займемся уравнениями Наше уравнение Это уравнение Неразрывности Уравнение Движения В форме закона Дарси Итак Уравнение неразрывности Значит Первое Это у нас ДР1 По ДТ Плюс Дивергенция Р1 В1 Равно 0 Первое уравнение неразрывности Значит Ну мы сразу Давайте разберемся Что такое Р1 Значит Р1 Это Фи1 На Ро1 Ро1 Константа А что такое Фи1 Это пористость Умножить на насыщенность Значит Это пористость Насыщенность Ро1 То есть Объемная доля Это пористость Умножить на насыщенность И на этот самый Ро1 Значит Подставим его сюда Получим Значит Фи и Ро1 Можно вынести за знак Дифференцирования А тут будет ДС По ДТ Плюс Значит Здесь ситуация похожая Но вот эту величину Удобно преобразовать Немножко по другому То есть тут получается Фи1 Ро1 В1 Вот этот вот Фи1 В1 Это у нас Вектор фильтрации Под номером 1 То есть Ро1 Мы оттуда вынесем И сократим Вот с этим Ро1 Ну вынесем В общем Ро1 Дивергенция Вектор фильтрации Номер 1 Равно 0 Значит Плотность мы с вами Сократим И Первое уравнение Разрывности Приобретает Следующий Давайте займемся Вторым уравнением Неравривности Значит Тут у нас Получается Ро2 Равнение Разрывности Для второго Флюида Ро2 Р2 Вернее В2 Значит Р2 Р2 Это Хи2 На Ро2 Равняется Пористость Умножить на Единицу Минус Насыщенность Ро2 Напоминаю Что насыщенность С С Это насыщенность Первым флюидом Значит Насыщенность Вторым флюидом Это Единица Минус С Вот Ну и таким образом Подставляя Это выражение Сюда За счет Этого минуса Мы получим Минус Фи Дс По Дт Плюс Дивергенция W2 Равно Нулю То есть Это тоже Большое W Хоть Он тут И сплюснулась Немножко Значит Вот Первое Уравнение Разрывности Второе Уравнение Разрывности Что хочется Сделать С этим Равнением А с Этими Равнением Хочется Сделать Следую Вычесть Из одного Другое Вернее Сложить Сложить Тогда Вот эти Левые части Пропадают И у нас Получится Дивергенция W1 Плюс W2 Равняется Нулю Вот такой Вот вывод Получился То есть Дивергенция Суммарных Расходов Равняется Нулю Это значит Что поток Суммарный Поток Жидкости Через замкнутую Поверхность Равен Нулю То есть Сколько Втекло Столько Вытекло С одной Стороны Может Течь Допустим Один Флюит А с другой Вычесть Чисто Второй Но По объемам Это будет Одно И то же Или Втечь Один А вытечь Смесь Первого И второго Но по объемам Это будет Одно И то же Но это Понятно Почему Потому что Жидкости Несжимаемые И Пористость Константа То есть Скелет Недеформируемый То есть Получается Что там Нет возможности Нигде Накопиться Этой Жидкости Нигде Скопиться Жидкость Не может Уплотниться И Порое Пространство Не может Измениться Допустим Чтобы Принять Дополнительную Жидкость Поэтому Сколько Втекло Столько Вытекло Это Очевидный Очевидный Факт Очевидное Средство Сделанных Предположений Но мы Вот его Просто Получили Формально Ну Раз так То Удобно Вести Некий Суммарный Поток Обозначить Удуболевой Без индекса И сказать Что суммарный Поток Это у нас Сумма потоков Первого и второго И дивергенция Суммарного потока Равна нулю То есть Это первое Такое Утверждение А почему Суммарный поток Потому что Например Мы допустим Знаем Какой у вас Расход С торца Вот А дальше Вот все Побежало То есть И этот Расход С торца Будет Суммарным Потоком Ну то есть Суммарный Поток Мы знаем Из Граничных Условий Поэтому Удобно Именно Вот Вести Это Понятие Теперь Давайте Разберемся С уравнениями Движения Вот И Сформулировав Систему Уравнений На этом Сделаем Паузу До следующей Недели Так Это Лишнее Дело Так Теперь уравнений Движения Значит W1 Согласно Закону Дарси Это Минус Значит K0 F1 Ловисящий От насыщенности Делённый На Мю1 И Градиент Давление Первого Но оно же Давление Второе Потому что Крепулярными Эффектами Пренебрегли Значит W2 Равен Минус K0 На F2 Зависище От насыщенности На Мю2 На Градиент P Тоже Тот же Самый Градиент P Ну Раз у нас Градиенты P Одинаковые Давайте Вот их Выразим Из одного И подставим Другое Значит Получается Градиент P Это у нас Минус Мю1 На K0 F1 На W1 И Подставим Это W2 Значит Получится У нас Что W2 Равен Минус На Минус Плюс K0 Сократился Значит Тогда Получается Здесь у нас Мю1 Делить на Мю2 F2 Делить на F1 И На W1 То есть Оказывается Что Потоки W1 И W2 Они Не являются Независимыми Они связаны С другом Вот таким Вот образом Где F2 F1 Известны Функции Насыщенности Отлично Теперь Давайте Сделаем Следующее Выразим Полный поток Через Вот Найденное Значит Это W1 Плюс W2 А W2 Это Вот эта Величина Поэтому W1 Можно вынести За скобки Тут Настанется Единица Плюс Мю1 На Мю2 F2 На F1 Скобка Закрывается Скобка Закрывается Вот И вот Назовем 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 ее Функцией Бакли Функция Бакли И она В общем Если F1 F2 Известна Она Известна Функция Насыщенности Получается То есть W1 Равен B От С Известна Функция Насыщенности На W Большой Прекрасно Теперь Подставим Найденное Выражение Уравнение Неразрывности Номер 1 Значит Подставим Получим FI DS По ДТ Плюс Дивергенция B От S W Полная Равно Нулю Так Ну В законе Дарсия Не учел силу Тяжести В принципе Ее можно Здесь было бы Учесть Это делается Не сложно И Кому любопытно Можете в книжку Кондурова Заглянуть Там это сделано Значит Ну давайте Эту дивергенцию Раскроем Значит FI DS По ДТ Равно Фу Равно Говорю Плюс Значит W Умножить На Градиент B От S Плюс B От S Умножить На Дивергенцию W Но Дивергенция W Равна Нулю Поэтому Мы ее Тут Не пишем Вот Так А так Как B Это Известная Функция Насыщенности Это удобно Вот это Все Переписать Как Уравнение Для Насыщенности То есть Тут Получается W Умножить Даже Наверное Вот так D B Частная По DS Дальше W Умножить На Градиент S Равно Нулю Вот такое Выражение Получилось И дополняем Его Уравнением Что Дивергенция W Равна Нулю Мы получаем Систему Уравнений Для Модели Баклея Ливеретта То есть У нас Есть Уравнение Для Насыщенности Вот оно И есть Уравнение Для Полного Потока Ну Так У нас В принципе Еще Может быть 5 минут Есть Значит Ну Как бы Некий Анонс Делал Такой Заброс На Будущее То есть Мы дальше Будем Рассматривать Одномерную Модель Тут Ось Х Тут Начало Координат Здесь Мы будем Закачивать Там Известный Расход Флюида Номер Один От Времени Значит В одномерном Виде Уравнение Будет Расписываться Так У W Скалярная Получается Проекционная Ось Значит DB По DS Дальше Идет DS По DX Равно Нулю Вот такое Выражение Вот Вот это Уравнение Дает нам DW По DX Равное Нулю А это Значит Что В любом Сечении У нас W Одинаковый То есть В любом Сечении Нашего Вот этого Стержня У нас Суммарный Поток Одинаковый А это Значит Что он Равен Потоку На границе То есть Мы его Просто Знаем Ну Это Константа От Х И Равно Функция От Времени Известная Функция От Времени Поэтому Вот она Здесь Вставляется Вот Она Вот И Получается Вот такое Уравнение Для Насыщенности А дальше Если Вести Еще Переобозначить Вести Некой Параметр Тау Равный Там Интеграл От Нуля До Т От Единицы На Фи От Ку От Т То есть Это Монотонно Растущая Функция Со Временем И В принципе Ее Можно Рассматривать Как Время Вот Если Мы Вот Такое Введем Значит То Уравнение Перепишется Дальше Относительно Этого Тау Следующим Выразом ДС По ДТау Плюс Значит Б Штрих По С Ну Тут Частно Необязательно Это ДХ Равно Ну Вот Такое Уравнение Получается Вообще Прекрасное Уравнение Это Уравнение Гиперболического Типа Вот Этот Коэффициент Зависит От Насыщенности Решать Убой Методом Характеристики Вот Такой Вот Анонс На этом Сегодня Мы с вами Закончим И В следующий Раз Вот С этого Места Может быть С самого Начала Опять Продолжим И Доведем До Конца Эту Задачу Решим Найдем Решение Проанализируем Эти Решения Посмотрим Какие Бывают Случа Спасибо За Внимание